В эфире Вести интервью. Здравствуйте. На этой неделе свой профессиональный праздник отметили архитекторы. Создавать пространство жизнедеятельности человека целых городов, отдельных зданий и ландшафтных композиций. Это и есть главный труд архитектора. А если результат работы надолго сохранился в облике города, это еще и награда. Облик Хабаровска сегодня активно меняется. Но что при этом происходит с памятниками архитектуры? Какова их судьба? Об этом мы поговорим с нашим гостем в студии Вестей, заслуженный архитектор России, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук Николай Крадин. Здравствуйте, Николай Петрович. Здравствуйте. Итак, в последнее время Хабаровск сильно изменился. Как Вы оцениваете эти изменения? Здесь, может быть, с моей стороны, двоякая оценка. Хорошо, что он меняется, развивается. Но, с другой стороны, идет активное наступление современной застройки. И часто не представляющий большой художественной ценности на историческое наследие, на центральную часть города. Вот этот вот негатив, он мне, честно говоря, не нравится. На мой взгляд, бизнес активно внедряется. И во многом он, честно скажу, безнравственный бизнес. Почему бизнес? Главное. Ну, почему? Потому что вот я хочу здесь построить здание, и все, говорит бизнесмен, я даю деньги. Вот я хочу, чтобы было здание здесь, непременно в центре города. И вот огромное количество сегодня современных зданий в центральной части. А к чему это ведет? Посмотрите, весь город невозможно же пройти. Сегодня приоритет автомобилей, а не пешеходов. Невозможно ни по одной улице нормально пройти. Все забито автомобилями. Все буквально. Это из-за того, в частности, из-за того, что вот в центральной части города интенсивное современное строительство идет. То есть он влияет на исторический облик? Естественно. Естественно. Сегодня задавила эта современная архитектура всю практически историческую среду города. И не случайно его исключили из исторических городов, из списка. Ну вот за последние 5-7 лет, 7 лет Хабаровск лишился более 15 памятников деревянной архитектуры. Они все были укреплены? Или что-то можно еще восстановить? А как восстановить? Что? Почетежам сделать? Ну это же не будет памятником. Это будет новодел. Это новодел, это не памятник. И его восстанавливали где? На том месте, где новую постройку соорудили? Нет, конечно. Куда-то в другом месте смысла нет. И кто будет в это вкладывать деньги? Правда, что по документам утраченные памятники, они числятся как под охраной государства, а на самом деле их уже не существует? Ну это надо, я думаю, что да, какие-то есть памятники. Это надо, наверное, выяснить в научно-производственном центре по охране памятников. Они занимаются охраной памятников, и там у них полный реестр есть. Предполагаю, что, наверное, так и есть. Кто несет ответственность за судьбу? По законам Министерства культуры и, в частности, научно-производственного центра по охране памятников. А то, что Хабаровск лишился статуса исторического города, это произошло только по той причине, которую вы назвали, или еще есть ряд? Наверное, косвенно можно назвать причину, что изначально, когда составляли списки исторических городов, туда внесли огромное количество, сотни городов. И, конечно же, Министерству надо было каким-то образом помогать, вкладывать какие-то средства, реставрацию и так далее. Но нет средств у Министерства, поэтому решили сократить, оставив там только действительно исторические, очень старые города, насчитывающие там 300 и более лет. Но Хабаровск, он по меркам, если сравнивать с Москвой, с Псковом, с Новгородом, он, конечно, молодой город. Какие меры могут сохранить все-таки то, что есть сегодня в Хабаровске? Это штрафы? Это, я думаю, что желание или нежелание местных властей заниматься этой проблемой. Если этого желания нет, то действительно будет происходить то, что происходит. Ну, а Вы обращались с предложениями? А сколько статей было на эту тему опубликовано? Вот в прошлом году, недалеко, большая статья на мою тему, ой, за моей подписью была опубликована. Никакой реакции. Ну и что, приду я на прием, там, напрошусь, что-то скажу, выслушаю, докину головой, а вот и ныне там. Новострой, конечно, согласовывается с архитекторами. С архитекторами. Раньше это было. С вами. Раньше это было. Сегодня ни с кем не согласовывается. То есть, где хочу там строить, то хочу, то и строить. Совершенно верно. Только власть дает разрешение, отводит участки и все. Город сегодня, ну, совершенно не приспособлен для людей. Благоустроенность его... Посмотрите, какие лестницы в городе. По ним же невозможно вообще двигаться. К стадиону от улицы Тургенева спускаться, там вот лестница широченная такая. Ни одной ступени нормальной нет. Кругом арматура торчит, значит, вывороченные куски этой лестницы. В центре города, напротив Краеведческого музея, вот идти вдоль военно-исторического музея, там небольшая лестница, ступенек 8, наверное. Но ни одной ступеньки нет нормальной. Все побитые, раскуроченные, развалины. Ну, это что такое? Ухоженное место такое, иностранцы там постоянно, значит. Вот вы смотрите, по Тургеневу сделали великолепную лестницу улицу, к Кусурийскому бульвару спускаться. Полированная, там плитами уложенная. Там, наверное, ступенек 40. И нет пандусов для мамаши с колясками. Это ужас какой-то. А с правой стороны лестница спустажет. Так там ступени по 40-50 сантиметров. И идешь, спускаешься, когда все время правая нога вниз, все время правая нога или левая там. Сами архитекторы, вот они когда проектируют, они же, наверное, должны соображать что-то такое на эту тему. Что удобно это людям или неудобно это людям. И процедура сегодня слишком упростилась от принятия решений. Все, что не спроектировали, все идет в дело, что называется. В других регионах как складывается ситуация? Такая же, как в Хабаровском крае? Ну, трудно сказать. Я вот хорошо знаю Читу, там. Ну, в Якутске, в принципе, то же самое. Ну, там строят великолепно, там суперсовременная, великолепная архитектура, просто удивительная. Там была деревянная застройка, там свои особенности почти тоже вся утрачена. Но они сделали большой кусок, фрагмент исторической среды, такой заповедной, где все гости приезжают. Но там очень много новоделов. Это другая крайность тоже такая получилась, бутафория просто-напросто. Ну, это все там торговля, сувениры и прочее. Для туристов, может быть, это неинтересно, но как историческая среда, она, конечно, уже утрачена. В Чите довольно много сохраняется памятников архитектуры, и каменных, и деревянных там очень много. Свой профессиональный праздник, День архитектора, с чем, как встретили? — Честно говоря, мы собирались в Доме творческой интеллигенции, там, к сожалению, вот сравнить архитекторов, скажем, якутских и наших. У нас была прямая онлайн-связь, значит, мы общались с ними, и... А у них этот праздник был более праздничным, если можно так выразиться, потому что они в этот день получили собственный Дом архитекторов. Дом архитекторов. У нас этого нет. Большая, огромная организация, и нет. Вот спонсоры, что называется, строят, проектируют архитекторы для них, для всех, но вот нет, чтобы выделить и средства, и построить Дом архитекторов. Очень большая организация Дальневосточная, самая крупная на Дальнем Востоке, и всё время, значит, вот негде собираться, негде обсуждать эти проблемы. Наверное, если бы постоянно собирались и обсуждали проблемы города, и что-то бы и сдвинулось, наверное, в этом плане. Но вот собираться негде. — Положительное что-то есть, было, вспомнили? — Ну, это праздник мировой, вообще говоря, всемирной архитектуры. — Но именно здесь, на Дальнем Востоке. — Естественно, ну, наверное, есть. Вот то, что получили сегодня, но это опять благодаря событию, которое происходило, саммит во Владивостоке. Великолепная современная архитектура, новый учебный центр. Это очень здорово, конечно. Что-то интересное там происходит и в других городах. Ну, в Комсомольске вот отношения хорошие, что не испохабили этот город вот этой рекламой. Сегодня, я вот говорю, снимал последние дни Хабаровск. — Ну, там Михаил, да, глава города, он следит за этим. — Значит, ни одно здание невозможно снять. Всё завешано рекламой, всё буквально. А там этого нет, там чистый город. Я каждый год езжу туда, они приглашают меня председателем ГАК по специальности архитектуры. И вот хожу и просто отдыхаю. — Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Я напомню, мы говорили о состоянии памятников архитектуры в Хабаровске. В студии Вестей был Николай Крадин, заслуженный архитектор России, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова